Украинская телеведущая и актриса, журналистка и блогер, основательница школы экранных искусств Screen School, мама двоих детей Янина Соколова успевает всюду. Она снимается в кино и выходит на театральную сцену, ведет популярные программы на телевидении, видеоблог на YouTube-канале и курс в своей школе, обучая мастерству будущих ведущих. А еще она увлекается легкой атлетикой и тренируется в команде киевских спортсменов Топ Ранос. В чем секрет успеха и где Соколова черпает энергию, как ей удается доводить до ума несколько дел одновременно, и какие новые главы биографии напишет она в ближайшем будущем, все это интересует поклонников знаменитости. Детство и юность. Родилась будущая журналистка в марте 1984 года в Запорожье. По национальности украинка, гражданство Янина никогда не меняло. О родителях Янина и Соколовой информации мало. В одном из интервью телеведущая приоткрыла завесу тайны над детскими годами, рассказав, что благодарна маме за воспитание и привитое чувство абсолютной свободы. Об отце не вспоминает. Янина, рошая дворовым ребенком и общавшаяся с детьми из разных, в том числе неблагополучных семей, научилась ладить и находить язык со всеми. Позже, когда Соколова стала журналисткой, этот опыт ей пригодился. Страха перед незнакомцами, известными людьми, вип-чиновниками, артистами не испытывала. С ранней юности девушка мечтала тележурналистики, но имела все шансы выбрать артистическую карьеру, Янина с детства пела, танцевала, не тушевалась перед аудиторией и демонстрировала ораторский талант. При этом училась в физико-математической гимназии. Окончив школу, Соколова стала студенткой Запорожского университета, выбрав факультет психологии. Учиться на психолога ей пришлось потому, что с первой попытки не смогла поступить в Киевский театральный университет. Неудача подстегнула азарт, второй раз оказался успешным, и театральный вуз распахнул объятия. Так Янина Соколова получила два высших образования, став дипломированным психологом и актрисой. Что касается журналистики, то первые шаги в профессии украинка сделала в 17 лет, когда отнесла в редакцию свои публикации. В 18 девушка впервые появилась на экране, на местном телеканале ТВ-5, ей доверили вести прогноз погоды, журналистикой телепроекта. В 2003 году Соколова вела передачу под названием «Все деньги мира» на луганском региональном телеканале ЛОД-ТВ. Спустя год Янина вышла на подмостке свободного театра, сыграв роль Салли в спектакле «Чайка Джонатан Ливингстон» по одноименному произведению Ричарда Баха. Затем поменяла сцену, театралы увидели молодую актрису в постановках «Пиранделла», «Кофе и сигареты» и «Украинский декамерон», «Театра Дах». В Львовском драмтеатре Янина Соколова и сегодня появляется в антрепризе истории любви для взрослых. Со временем Соколова поняла, что театр — это хобби, увлечение, а телевидение — любимая работа. На ТВ-журналистка вернулась в 2006, в том же году начала сниматься в кино. Фильмография артистки насчитывает роли в двух десятках проектов, которые сняты на киностудиях Украины. На телеканале Интер Янина Соколова работала журналисткой шоу «Утро» на Интере. Спустя год, в 2007, в том же качестве трудилась на телеканале «1 плюс 1». Утренний эфир, но уже на пятом канале, собственником которого является Петр Порошенко, Соколова вела в 2009 году. На смену телешоу, которыми начинается утро украинских зрителей, пришли проекты кино с Яниной Соколовой и рандеву с Яниной Соколовой. Именные проекты журналистки доверили в заслугу за умение удерживать внимание телезрителей и за увлекательную подачу материала. В 2018 году журналистка открыла на YouTube-канале проект «Вечер с Яниной Соколовой», цель которого — развенчивать фейки российской пропаганды. Видеоблог нашел как своих поклонников, так и ярых противников, которые обвиняют украинскую журналистку в однобокости и упрекают в работе на режим Петра Порошенко. Блогер называется «отечественников», которые продолжают считать Россию братской страной, ватниками и не стесняется в нецензурных выражениях. Достается от Янины Соколовой как российским коллегам Владимиру Соловьеву и Ольге Скобеевой, так и соотечественнику Вячеславу Ковтуну, который стал завсегдатаем политических ток-шоу в соседней стране. Скобееву Соколова позвала на дебаты, предложив обсудить по телемосту проблемы, возникшие между двумя странами. О России журналистка говорит исключительно в негативно-агрессивном тоне, упрекая ее в аннексии Крыма, развязывании войны на востоке Украины и вмешательстве в президентские выборы. В 2018 году Соколова издала первую интерактивную книгу Шевченко на каждый день. На ее страницах читатель, отсканировав на телефонную камеру QR-код, может посмотреть на гаджете видео Янины, читающей стихи поэта. Личная жизнь. Весной 2010 года 26-летняя журналистка вышла замуж за банкира Владимира Литвина. Вскоре Соколова подарила мужу двоих детей, сыновей Николая и Мирона. Личная жизнь Янины сложилась счастливо. Журналистка гордится тем, что основанием для союза с богатым и успешным человеком стала любовь, а не расчет. Ведь когда пара отправилась в ЗАГС, Янина Соколова уже была состоявшейся и состоятельной женщиной, владелицей квартиры в центре столицы и автомобиле. У Соколова есть опыт работы в модельном бизнесе. При росте 1 метр 71 сантиметр она весит 52 килограмма. На странице Янины в Инстаграме есть фото в купальнике, позволяющие подписчикам убедиться в стройности фигуры и завидных параметрах. Яркая внешность позволяет женщине не бояться фотографироваться без макияжа. Янина Соколова сейчас. В 2019 году журналистка и видеоблогер не обошла стороной наиболее актуальную тему — президентские выборы. На ее ютуб-канале появились новые ролики, а в твиттере — свежие острые посты. В апреле Соколова побывала на ток-шоу канала «1 плюс 1», где поинтересовалась у представителя кандидатов президента Владимира Зеленского, почему у будущего главы государства нет четкой позиции по войне на Востоке. В адрес журналистки посыпались упреки в подыгрывании действующему президенту Украины Порошенко. Сейчас блогер продолжает едко высмеивать российских коллег, разоблачая их в видеороликах на ютуб-канале и постах в соцсетях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные факты и новости. До встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok